Привет, мы Влад и Лера, ведущие разработчики в Тинькофф. Мы занимаемся разработкой голосового помощника Олега. Сегодня мы расскажем, как можно научить модель, которая может распознавать юмор. На самом деле цель нашего доклада в том, чтобы разобраться, что важнее, крутые методы или чистые данные. Просто делать мы это будем на примере задачи распознавания юмора. Давайте сначала посмотрим, что такое распознавание юмора. Допустим, у нас есть текст, заходит Android в бар и садится. Мы пытаемся понять, является этот текст шуткой или не шуткой. То есть у нас фактически есть задача бинарной классификации, и вот мы ее будем решать. Но, как обычно, в ML задачи начинаются с данных, и в данных бывает такая проблема, которая называется garbage in, garbage out. Когда у нас есть какой-то очень грязный датасет, мы загружаем модель, она может быть суперкрутой, но у нас на выходе все равно получится бесполезная модель, потому что данные были грязные. Обычно эту проблему ассоциируется в следующем. Допустим, у нас есть какой-то датасет, вот тут три текста, и у нас ассессоры размечали его на задачу распознавания юмора и решили, что все это шутки. Но на самом деле пробки в Москве – это не шутка, поэтому здесь есть ошибка в данных, мы ее можем так вот исправить. Теперь у нас правильный датасет. Но даже если он идеально размечен, все равно есть некоторые подводные камни и проблемы, которые не так очевидны, но вот одну из них мы сегодня будем в докладе разбирать. Давайте начнем с построения бейзлайна. И самое первое, что нам нужно, это какой-то датасет шуток. Мы взяли датасет, который был единственным вообще на русском языке для решения задачи распознавания юмора. Мы будем его называть Штирлиц, потому что статья, в которой он был опубликован, называлась Штирлиц. Этот датасет состоит из 50 тысяч шуток, и к ним случайным образом подобраны 50 тысяч несмешных примеров. Они являются заголовками новостей и предложениями из художественной литературы. Далее мы возьмем и обучим бейзлайн, линейную модель поверх ТФ и ДФ. Мы конкретно обучали СВМ, просто потому что СВМ это мой любимый бейзлайн. И мы сходу получаем качество на этом датасете 91%. Казалось бы, такое высокое качество на такой сложной задаче, как распознавание юмора, такая простая модель как бы не должна выдавать. Поэтому нас должно это насторожить. Самое первое, что обычно нужно проверить, возможно, в данных какие-то лики. Ну, например, тестовый набор может пересекаться с трейном. Либо, возможно, в данных там есть какой-то лик, как, я не знаю, у каждой шутки там автор подписан, например. Но нет, мы проверяем, данные хорошие, ничего не пересекается, все идеально. Казалось бы, модель действительно перформит достаточно хорошо. Но мы все равно доверять этому не будем, и мы просто ради здравого смысла потыкаем модель. Ну, возьмем сначала шутку. Армянин, программист, называл своего сына трафик. Спрашиваем модель. А своим смешно? Он говорит, да, смешно. Мы такие, хорошо. Давайте теперь проверим на каком-нибудь новостном заголовке, ну, потому что это тот же домен, на котором он обучался. В Крыму вулки начали нападать на людей. Смешно? Да, смешно. Окей. Теперь какой-нибудь смежный домен, точнее не смежный, а другой домен, который нам вот интересен. Сколько денег на моем вкладе? СВМ смешно? Да, очень смешно. Но, казалось бы, модель работает немножко не так, как бы мы хотели, поэтому давайте разбираться, почему так происходит. Да, здесь мы использовали scikit-learn, и есть отличная библиотека, которая с ним работает, умеет визуализировать то, как модель решила, почему такой класс должен быть, называется L5. И здесь на слайде как раз можно увидеть, вот на примере этой шутки, точнее, перед этой фразой, сколько денег на моем вкладе, почему модель решила, что это шутка. И, как оказалось, она считает, что слова «деньги», «моем» и «сколько» — это слова, которые характерны для шуток. Что на самом деле очень странно, потому что в банковском домене, например, у вас в любой фразе эти слова могут встретиться, да и не только в банковском, там, в заголовках новостей, допустим. И здесь мы, соответственно, задумались, почему такое может быть, посмотрели на распределение топа слов, допустим, в шутках, у нас есть слова такие, как «это тебе просто», вот они часто встречаются, а при этом в нешуточных примерах, в тренировочных данных они встречаются редко. И из этого можно легко, например, составить пример, на котором модель точно будет ошибаться. Просто берем там четыре слова, которые в топе встретились, просто один день из жизни. У нас получается такая фраза, и она прям уверенно, модель вот считает, что это шутка, прям с большим скором. То есть эти слова «жизнь просто день один», они все характерны для шуток, как считает модель. Что, конечно, довольно странно, потому что эти слова абсолютно обычные, они не должны быть характерными для шуток. Ну, хорошо. Мы наконец-то разобрались, что с данными проблема. Поэтому мы будем менять выборку и для начала расширим выборку, потому что больше данных, это круче, лучше и вообще хорошо. Для того, чтобы накачать больше шуток, мы скачали более 500 тысяч шуток с открытых источников в социальных сетях, более 400 тысяч шуток и анекдотов с сайта «анекдот.ру» и после удаления всех дублей и пересечения с предыдущей выборкой у нас получилось где-то 150 тысяч уникальных шуток, что, в принципе, уже довольно хорошо. Но, как вы помните, проблема у нас была не в шутках, а вот как раз в несмешных примерах, в том, что они по лексике сильно отличались от смешной части выборки, а нам бы, кажется, хотелось, чтобы несмешная часть коллекции была максимально лексически похожа на смешную часть коллекции. Поэтому нам нужно выбрать какой-то домен, из которого мы будем загружать несмешные примеры. Мы выбрали форум, выбрали форум Е1, потому что это форум Екатеринбурга, и мы из Екатеринбурга. Взяли все несмешные, ну, как бы, несмешные разделы, такие как автопарохолка, не знаю, новости, все подряд, в общем, и скачали более 10 миллионов сообщений с этого форума. Дальше перед нами стала задача подобрать к каждой шутке лексически близкий, несмешной пример из этого форума. К этой задаче мы подошли как к задаче информационного поиска, где у нас есть какой-то поисковый запрос, набор документов. Мы эти документы в соответствии к поисковому запросу ранжируем и получаем какой-то релевантный список. В качестве формулы ранжирования мы используем одну из самых простых формул BM25, которая просто основывается на взвешивании TF-IDF, учитывает частоту терма в запросе, в документе, в коллекции. И в качестве поискового запроса у нас будет шутка. В качестве документов будут выступать сообщения с форума Е1. И для того, чтобы воспользоваться вот этой формулой ранжирования, можно просто проиндексировать весь форум эластиком, потому что дефолтное ранжирование в эластике BM25, что нам в принципе очень хорошо подходит, и с эластиком легко и удобно работать. И таким образом мы получаем какой-то релевантный список лексически похожих несмешных примеров к нашим шуткам. Ну да, здесь только возникает один вопрос. Что если на форуме есть какие-то шутки? Потому что пользователи могли их просто написать в каком-то трейде, если они подходили в контексте. Или как-то может переделать известную шутку немного так, чтобы она тоже там подошла в контекст. Поэтому мы здесь еще наложили такое ограничение. У нас схожесть шутки и негативного примера должна быть по коэффициенту Жакара маленькая. Коэффициент Жакара, напомню, это когда мы берем мощность пересечения слов, запроса и документа и делим на мощность объединения слов, запроса и документа. В нашем случае мы решили, что если у нас меньше 0,4 коэффициент Жакара между шуткой и негативным примером, то это окей, мы будем использовать именно такое. Как мы это решили? На самом деле просто эмпирически посмотрели на данные и примерно там, где мы перестали находить примеры, где негатив выглядит так, как будто это тоже шутка, там где-то было примерно 0,4. Меньше этого – хорошо. То есть давайте подведем итоги, какой у нас в целом получается пайплайн. Берем шутку, отправляем ее в эластик, получаем отранжированный по BM25 список релевантных документов. В нашем случае релевантный, это фактически, ну, лексически похожий. И после этого мы идем по этому списку сверху вниз, и первый негативный пример, который по Жакару меньше, чем на 0,4, близок к шутке оригинальной, вот мы считаем, что он нам подходит, мы его берем. Таким образом у нас получается сбалансированный датасет, то есть там больше 150 тысяч шуток, и каждый из них один негативный пример. Вот здесь на слайде видно, как это работает. Допустим, есть шутка, российский марсоход будет раздавать марсианам российские паспорта. Я здесь сразу говорю, что на самом деле датасет не все шутки могут показаться вам смешными, это нормально, просто юмор очень субъективный, поэтому это нормально, что вы не смеетесь. И к этому подобрали такой негативный пример. Говорят, в Крыму тоже раздают российские паспорта, или раздали уже. То есть здесь видно, что к локации российские паспорта, она встретилась и там, и там, и слово «раздавать» тоже встречается и в шутке, и в негативном примере. Но этого еще недостаточно, чтобы сделать вывод о том, что наш метод подбора датасета отличный. Нужно еще как-то сравнить распределение слов в шутках и не шутках. Можно просто посмотреть на графики частотности, но этого, конечно, недостаточно, потому что по ним видно, что как-то вроде близко, но непонятно насколько. А нам нужно сравниться со старым датасетом. И здесь мы использовали для этого формулу KL-дивердженс. KL-дивердженс — это формула, которая позволяет оценить схожесть двух распределений вероятностей. В формуле фигурируют два распределения. Первое — это P от X. P от X — это так называемое референсное распределение, распределение, с которым мы будем считать схожесть. А Q от X — это распределение, для которого мы считаем схожесть. Чем меньше KL-дивердженс, тем лучше. Если эти распределения P от X и Q от X абсолютно одинаковые, то она равна нулю. И это значит, что они абсолютно идентичные. Мы посчитали для старого датасета, там получается 0,5. А для нашего нового датасета 0,18. То есть у нас значительно ниже KL-дивердженс, значит значительно выше схожесть между распределением частотности шуток в… распределением частотности слов в шутках и не о шутках. Да. Что мы получили? Мы получили достаточно большой датасет, на самом деле, самый большой датасет для решения этой задачи, где смешная часть коллекции очень… точнее, не смешная часть коллекции очень похожа на смешную. Но этот датасет мы собирали unsupervised. То есть никто не гарантирует, что он действительно корректен. То есть шутки являются смешными, ну точнее просто шутками, а не смешные тексты не являются юмористическими. Для того, чтобы провалидировать, что наша получившаяся коллекция, она действительно правильная, мы запустили на части наших данных разметку, ручную, асессорами, где каждого асессора мы попросили оценить текст, является ли этот текст шуткой, не шуткой и попыткой пошутить. Откуда вообще возникла эта попытка пошутить? Восприятие юмора – это очень субъективная штука. И мы даже делали исследование на эту тему, где проверяли, насколько демографические признаки, возраст, пол влияют на то, как человек воспринимает юмор. И действительно женщинам нравятся, допустим, другие шутки, нежели мужчинам, более взрослые люди ценят другой юмор. Но в общем и целом каждый человек, он способен понять, что это попытка пошутить. Ну то есть, что это в принципе юмористический текст, возможно, конкретно ему он как бы не заходит, но понятно, что тут человек… Это, скорее всего, шутка. И очень мало примеров, где нельзя это понять по тексту. Поэтому мы взяли 2000 шуток и не шуток, по 1000 каждый случайным образом из нашей коллекции. И отдали волонтерам. Всего в нашей разметке приняло участие более 100 волонтеров. Они разметили почти что 1900 примеров, причем с перекрытием 3. Это значит, что каждый текст в коллекции размечался как минимум тремя людьми для того, чтобы исключить какой-то байс или ошибки. И в результате мы получили, что в нашем датасете, вот так автоматически собранном, всего 5% ошибок, что считается очень хорошим качеством для автоматически собранного датасета. Давайте подведем итоги, какие датасеты у нас будут участвовать в оценке. Первый — это Штирлиц, это старый датасет 2018 года. В нем чуть больше, чем 90 тысяч примеров. Второй датасет мы назвали FAN. Это наш большой датасет, там больше, чем 300 тысяч примеров. И это на самом деле самый большой датасет для задачи в мире. Он, конечно, на русском языке, поэтому не всем он подходит для решения их задач, но тем не менее. И еще у нас есть небольшой датасет из чуть меньше, чем 2 тысяч примеров, который размечен волонтерами вручную. Давайте вспомним, как у нас бейзлайн работает, если обучать его на датасете Штирлиц. Он на тестовой части того же датасета дает качество 0.91, ну что прямо достаточно высоко. Но при этом на нашем датасете он дает качество значительно ниже, 0.67 на всей тестовой части и 0.64 на той части, которая еще вручную размечена. Но в 2019 году использовать в своем в качестве бейзлайна это, конечно, хорошо, но тем не менее есть нейронные сети, которые гораздо лучше могут справляться с задачей классификации текстов. И мы, собственно, решили, что будем использовать transfer learning подход для того, чтобы оценить, насколько еще модель может дать перерост в этой задаче. Главное, переходим к моделям. Слава богу, в прошлом году наша область, обработка естественного языка, испытала такое же счастье и радость, как в 2014 году Computer Vision. И появился transfer learning. Как он примерно работает? У нас есть очень-очень много текстов. Мы на этих текстах обучаем языковую модель. Чуть позже я напомню, буквально сразу же напомню, что такое языковая модель. Мы получаем языковую модель и используем ту информацию, которую мы обучали, для дообучения на нашей целевой задаче. Это называется fine tuning. Собственно, на самом деле вы можете обучить одну очень хорошую языковую модель и потом дообучать ее до различных уже ваших задач целевых. Вкратце вспомним, что такое языковая модель. Допустим, у нас есть текст. Из окна дуло, Штирлиц закрыл окно и дуло, и нам нужно предсказать следующее слово. То есть языковая модель, она должна предсказать нам следующее слово. А вот эта задача называется задачей языкового моделирования. Как это примерно работает? Мы для каждого токена получаем контекстные имбеддинги и потом по этим контекстным имбеддингам предсказываем вероятностное распределение по вектору нашего словаря. То есть предсказываем, какое слово должно быть следующим. Мы, конечно же, знаем, какое слово шло у нас следующим. То есть в данном случае Штирлиц закрыл окно и дуло исчезло. То есть мы сравниваемся с one-hot вектором, где у нас стоит единица на том месте, где было правильное слово, считаем ошибку, обновляем веса и обучаем модель. Да, но вот в такой постановке языковая модель предполагается, что она работает с токенами словами. Но на самом деле в шутках бывают слова, которые вообще больше нигде не встретить, и именно в этом заключается юмор. Они могут быть какие-то супероригинальные. Поэтому мы решили, что нам нужно точно решать проблему out of vocabulary слов, и мы решили решать ее через byte-pair encoding. Вот я вкратце расскажу, как работает byte-pair encoding. Допустим, у нас есть какой-то словарь. В данном случае это слова низкий, ниже, плоский, близко. И через стрелочку здесь частота этого слова в корпусе. То есть слово низкий встретилось 9 раз, ниже 5 раз и так далее. Мы первое, что делаем, это разбиваем каждое слово на символы. Символ у нас будет минимальным токеном при токенизации. После этого мы считаем, какая пара токенов встречается чаще всего. И в данном случае это токена N и E. И мы их объединяем в один новый токен. И повторяем эту процедуру, пока не наберем словарь нужного размера. Мы объединяем и краткую в данном случае, потом K и E. У нас получается токен из трех символов. Ну и допустим, на этом мы закончили. Всегда byte-pair encoding берут алфавит в качестве минимальных токенов, то есть все символы точно будут участвовать в токенизации. И потом еще добавляют эти большие токена, там биграммы, триграммы символные, могут быть даже целые слова. И после этого, как происходит токенизация? Допустим, есть новый текст, в нем одно слово низенький, его не было в словаре. И при токенизации мы разбиваем его на токена таким образом. У нас сначала идет N, E вместе, это один токен, потом идет четыре токена по символу, и потом идет окончание K. То есть мы здесь никакую информацию не теряем из исходного текста. Если какое-то слово не встречалось в словаре, мы просто разбиваем его на подслова и все равно его подаем в языковую модель. И это, соответственно, позволяет нам решать проблему autofocabulary слов. Здесь на слайде есть ссылка на вебилитеку от Google Ads, она как раз решает эту задачу. Ей хорошо пользоваться, если такое нужно. Ну, а сейчас перейдем к методу, собственно, которым мы пользовались для обучения языковой модели. Давайте вспомним, что у нас есть. У нас есть выборка из 300 тысяч примеров. Несмотря на то, что датасет довольно-таки большой, он недостаточно большой для обучения языковой модели. Плюс наша целевая задача — это не предсказывать следующее слово, а предсказывать текст, это шутка или не шутка, то есть задача бинарной классификации. Вот как раз в прошлом году был предложен метод, который позволяет обучать языковую модель, а потом менять целевую задачу и предобучать причем языковую модель на совершенно unrelated корпусе. Этот метод называется UAMFIT. Был предложен в прошлом году, я, по-моему, это уже сказала, и даже какое-то время был state of the art в задаче текстовой классификации. Как он примерно работает? У нас есть следующая архитектура. Слой эмбеддинга, три слоя LSTM, на самом деле, VD-LSTM. Сейчас через минутку подробнее на этом остановимся. И, собственно, полносвязный слой, где мы предсказываем вероятность следующего слова. Мы берем вообще большой корпус текстов, который нам не нужно размечать, потому что мы просто предсказываем следующее слово, и обучаем языковую модель на этом корпусе. Это называется фаза предтренинг. Следующая фаза, файн-тюнинг, которую мы по-русски будем называть дообучения, она заключается в том, что мы вот эту языковую модель с некоторыми фишками, про которые я чуть позже расскажу, обучаем уже на тех текстах, которые непосредственно из нашего домена. То есть в нашем случае, например, это будут шутки. И после чего идет фаза файн-тюнинга или дообучения классификатора, когда мы просто берем наш последний полносвязный слой, выкидываем и меняем его на полносвязный слой, уже который решает нашу целевую задачу, то есть задачу бинарной классификации. И затем уже по нашим размеченным данным мы файн-тюним этот классификатор тоже с некоторыми фишками, сейчас к ним перейдем. Для начала давайте просто быстренько пройдемся, чем LSTM, AVD LSTM от LSTM отличается. Есть в аббревиатуре такое как бы сокращение SGD. При обучении AVD LSTM применяется следующее… Ну не трюк, наверное, фишка просто. Мы берем обычный average SGD, немножко его модифицируем. Как модифицируем? Если у нас все хорошо, то на начальных итерациях мы просто пользуемся обычным SGD. Кстати, SGD доказано хорош для языкового моделирования, для языковых моделей. Но если у нас в течение нескольких циклов не было улучшения метрики, если быть точным, в статье предлагалось количество циклов 5, а улучшение метрики, то есть у нас перплексия не падала, то мы начинаем запускать average SGD. Дополнительно в эти дропы LSTM, потому что применяется большое количество регуляризаций. Мы вот про три из них расскажем. Да, еще забыла упомянуть, в ADLSTM тоже какое-то время, было даже, ну короткое время, была state of the art задача языкового моделирования. Но сейчас уже нет. Да, первый из дропаутов, который там используется, называется DropConnect. От обычного дропаута отличается тем, что вместо выбрасывания каких-то нейронов при обучении на боче, мы выбрасываем какую-то часть из весов. То есть некоторые нейроны, они будут участвовать в обучении, просто у них не все связи будут с ненулевыми весами. Второй дропаут, который там используется, это Embedding Dropout. Допустим, у нас есть какой-то набор токенов и их имбеддинги на входе. Мы берем и выбрасываем при обучении на боче какие-то из токенов целиком, то есть они не будут участвовать совсем. И таким образом, соответственно, мы учим модель использовать только часть токенов на боче. И последний дропаут, который там есть, это Variational Dropout. В LSTM есть такая проблема, что если использовать разную маску дропаутов на входах и выходах, то есть она будет меняться на каждом шаге обучения, то LSTM очень нестабильно учится. Поэтому авторы в статье предлагают использовать следующий дропаут. Мы фиксируем для каждого примера одну маску на вход и одну маску на выход. И эта маска повторяется на каждом шаге LSTM. И это, соответственно, решает проблему нестабильности. А внутри уже самой LSTM сети, там используется дроп-коннект. Но при этом для различных примеров эти маски разные. То есть маска одинакова только для одного примера. Ну и что нового предложили? Ну какие фишки, о которых мы говорили на этапе файн-тюнинга, используются в ULM-фите? Сейчас мы некоторые из них разберем. Первое — это Gradual Unfreezing или размораживание слоев, так скажем. Она используется на этапе… Эта фишка используется на этапе последнем, когда мы файн-тюним наш классификатор, то есть меняем целевую задачу. Что у нас происходит? У нас была какая-то, допустим, для простоты три слоя. И мы учили модель решать задачи языкового моделирования. Потом мы взяли и просто поменяли задачу. Понятно, что у нас поменялись данные входные. И что происходит? У нас просто из-за того, что данные совершенно по-другому распределены, у нас очень большой градиент накапливается. И те веса, которые мы очень долго учили, они начинают слишком сильно обновляться. И, по сути, мы теряем весь профит от предобучения. Эта проблема называется catastrophic forgetting. Чтобы эту проблему избежать, было предложено следующее. Давайте мы просто не будем обновлять какое-то время веса, какое-то время в течение одной эпохи, мы не будем обновлять веса языковой модели, а будем учить только последний слой, то есть на последнем слое классификации обновлять веса. Потом мы возьмем и разморозим предыдущий слой и так далее, мы будем постепенно дообучать слои. Причем мы будем использовать еще одну фишку. Мы будем для каждого слоя использовать разный шаг, то есть learning rate. Зачем нам нужен разный learning rate? Вот эта, кстати, штука используется и при второй фазе, когда мы просто fine-tuning нашу языковую модель, и при этапе fine-tuning классификатора, то есть второй и третий степ. Считается, что чем более высокоуровневый слой у нейронной сети, тем более специфичный для вашей задачи фичи он как бы улавливает. Поэтому мы для верхнеуровневого слоя возьмем какой-нибудь learning rate, а для слоев, которые, для всех последующих, мы будем его уменьшать в какое-то количество раз, если бы точно было предложено в 2,6 раз его уменьшать, от предыдущего слоя. То есть каждый предыдущий слой будет в 2,6 раз learning rate меньше, для того, чтобы на первых слоях как можно меньше шагать и не вылететь из нашего локального минимума и так далее. Возможно, он глобальный. Такая же фишка еще используется, ну как не такая же, тоже фишка с learning rate, динамическим learning rate или изменением шага. STLR используется тоже на двух последних этапах, то есть на всем fine-tuning. Она заключается в следующем. Вот у нас есть learning rate и есть количество итераций. Количество итераций здесь — это количество бачей умножить на количество эпох. Вначале, на первых итерациях мы будем монотонно увеличивать наш learning rate, чтобы с большим шагом выскакивать из возможных локальных минимумов. А когда мы подходим к концу наших итераций, мы его будем уменьшать для того, чтобы если мы нашли хороший минимум, из него случайно не выпрыгнуть. И последняя фишка, которая используется только на этапе fine-tuning классификатора, то есть на третьем этапе, это concatenated pooling. Сейчас расскажу, что это такое. Ну как обычно, у нас есть рекуррентная нейронная сеть. Мы берем последний hidden state. Известная проблема рекуррентных сетей. Если у нас текст достаточно длинный, к последнему hidden state уже, возможно, забудем информацию, там, допустим, с начала нашего текста. Для того, чтобы эту информацию учесть, мы возьмем и сконкатинируем наш последний hidden state с max pool и min pool по всем hidden state. Этот подход целиком мы назвали ULM fun, хотя на самом деле сам ULM fit мы никак не меняли, мы только загрузили туда наши данные. Первый шаг – это шаг обучения языковой модели. Здесь мы используем данные с форума 10 миллионов уникальных текстов. Обучаем языковую модель. После этого мы fine-tuning языковую модель, используя уже нашу специфичную выборку про юмор. И затем мы обучаем классификатор в двух режимах. Первый – это на датасете Stirlitz, который предыдущий и старый. И второй режим – это когда мы на новом датасете обучаем. Это нужно для того, чтобы сравнить, насколько данные в том или ином датасете влияют на качество ULM fit. То есть мы хотим отдельно сравнить вклад модели и вклад данных. Мы получаем две модели разные по итогу. Да. Давайте напомню, у нас есть baseline SVM. Он на тренировочной части Stirlitz получает вот такие результаты. Если мы здесь обучаем ULM fit, то результаты растут на всех выборках. Но при этом тоже видно, что эта нейронная сеть все равно обучается на лексикон, потому что действительно по лексикону в этом датасете гораздо проще разделить шутки и не шутки, чем по структурным, например, каким-то особенностям. Или потому что там какое-то необычное слово используется и так далее. Но если использовать наш датасет для обучения, то baseline SVM уже гораздо хуже работает на тестовой части Stirlitz и довольно неплохо на нашей. И в целом у него довольно средний такой результат получается 0.8 по всем выборкам. Но здесь уже, если использовать нейронную сеть, она действительно начинает учить какие-то более сложные структурные особенности, как в принципе выстроен текст, и меньше учитывает лексикон, и у нее уже качество сильно растет на нашей тестовой выборке, при этом чуть-чуть хуже на тестовой выборке датасета Stirlitz. То есть таким образом мы можем здесь постановить, что важно и использовать более сложную модель, когда задача такая, поскольку здесь важно не какие-то конкретные слова, которые участвуют в тексте, а скорее необычность текста, какие-то неожиданные ходы внутри текста и так далее, то есть какие-то структурные, может быть, особенности. И важно использовать именно такие данные, которые заставляют модель учить более сложные фичи и не использовать просто лексикон. Ну и данное исследование мы вообще проводили в рамках нашей научной деятельности, поэтому мы не используем эту модель в проде голосового помощника Олега, но, например, можно посмотреть, какие из логов пользователей сообщения модели нашей нравятся и что она находит, грубо говоря, смешным. Вот такой подход, когда мы взяли и поменяли выборку и сделали для простых методов очень сложной задачей разделить смешный и не смешный пример, мы просто заставили сложную модель использовать более интересные фичи текста. Вообще интуиция за тем, почему мы взяли языковое моделирование, заключается в том, что мы учитываем контекст, а многие шутки, они построены на неожиданности, например, на неожиданном слове в контексте или вообще в каком-то странном контексте. Ну и давайте сделаем небольшой рекап. Мы вначале как бы хотели выяснить, что круче, классные методы новые или хорошие чистые данные. Но мы ничего супер нового, инновационного не выяснили, мы действительно просто показали, что если подружить методы и данные, то есть сделать такие данные, которые будут заставлять методы работать хорошо, мы получим достаточно хороший профит. Но основные мысли, которые мы бы хотели, чтобы вы вынесли с доклада, следующее. Во-первых, никогда не нужно доверять хорошему качеству на тестовой выборке, особенно слишком хорошему качеству. Во-первых, могут быть очевидные лики, во-вторых, возможно, даже не очевидные, когда в принципе все хорошо составлено, но идеологически просто датасет составлен неправильным. Второй момент, это то, что сейчас на самом деле для обучения больших сетей нужно очень много данных. Размечать их руками дорого, сложно и вообще как бы бесполезно на самом деле. Поэтому можно не размечать все, можно взять часть выборки и разметить только часть, если вы придумали, где скачать данные и как подобрать негативные примеры. Кроме этого, вообще все эти пункты на самом деле важны, когда вы решаете новую задачу, но самое важное, это просто использовать сразу какой-то бейзлайн, который можно из коробки на данных обучить. Потому что если у вас даже суперпостой бейзлайн, как вот, например, линейная модель, дает очень хорошее качество на тестовых данных в сложной задаче, это скорее всего значит, что есть какая-то проблема с этими данными, и нужно поразбираться и поанализировать. Ну, либо эта задача не настолько сложная, как вам кажется, и действительно можно уже брать бейзлайн и дожидаться более сложной модели, и там что-то в продакшн выкатить. И еще очень важный пункт, это то, что нужно следить за трендами, потому что вот здесь мы ULM Fit используем, который был State of the Art в конце 2017 года. Но есть отличный сайт, называется Papers with Code, и там можно посмотреть для разных задач на разных датасетах, кто сейчас является State of the Art, и видно, что ULM Fit на самом деле проигрывает новым методом, типа Bertha, допустим, Excel.net, Aroberta, скорее всего, и так далее. Поэтому уже нужно что-то другое использовать в этой задаче. В заключении на этом слайде у нас есть core code со всеми полезными ссылками, которые мы давали, в том числе ссылка на нашу статью по вот этому исследованию, которая была опубликована на ICL в этом году, и на наши данные, потому что это открытые данные, можно их зайти, скачать, воспользоваться, если вам хочется и нужно. На этом у нас все. Задавайте вопросы. Да, давайте сначала спасибо скажем Валерию Владиславу за сложенный, очень интересный доклад. Вопросы? Добрый день, спасибо большое. Классная тема, все уже тоже про нее проговорили. А мне вот интересует такой вопрос. А если возникают вопросы такие не очень цензурные, там полностью, либо там частично обучали, или упробовали вы с этим работать, и, соответственно, как на такие вопросы надо отвечать? Так же смешно и не цензурно, либо все-таки переходить? У нас на самом деле… Нам взойдет такой вопрос почти на каждом докладе. Да, у нас есть модель, которая умеет с этим работать, и есть просто там набор авристик тоже. Понятно, что такая проблема действительно возникает, особенно когда открытые данные из интернета используются. В тех же сутках очень много маты, поэтому мы использовали форум, потому что мат там тоже встречается, его можно как-то вытянуть, потому что в том датасете, который мы вначале про него рассказывали, в нем используются заголовки новостей, в которых нет мата, поэтому там матерные слова, понятно, они для модели тоже очень сильным триггером являются, для того, чтобы смешной текст. На самом деле не только для модели. Мы делали когда-то исследование, где сравнивали, насколько смешнее шутки с матом людям, чем шутки без мата. И шутки с матом сильно смешнее. А вообще есть такое мнение, что если модель обладает чувством юмора, то очень круто на такие оскорбительные вопросы и так далее отвечать шуткой. Но она не должна оскорблять в ответ. Это как бы действительно то, над чем нужно работать. Еще вопросы? Немножко косвенный вопрос. Почему вообще в чат-боте Олега не использовались редакторские правки? Насколько понимаю, там генеративная модель, не ранжирование из пола возможных ответов, а генеративная. И, например, в Алисе же генеративные и редакторские правки. Почему не обучили какой-нибудь одноклассовый классификатор грубости, чтобы вычищать дерзость из того, что модель… Ну я понимаю, что маркетинг выходит, но просто со стороны задачи чат-бота в целом интересно, почему такое решение было принято. Ну вообще мы сейчас обучаем такой классификатор, и у нас есть. А сделать так, потому что можем. Нет, ну да, редакторская правка у нас тоже есть на самом деле. Да, на самом деле у нас есть модуль преднаписанных ответов, естественно, конечно, но… И просто модерация тоже есть. Да. Такое решение было принято. Скажите, пожалуйста, вот эта вот эпическая история про ответ на Олега Должесотку, это был маркетинговый ход или это все-таки какая-то ошибка в обучении модели? Ну это мы не будем комментировать. Ну то есть модель грубила, потому что вы хотели, ну что-то пропустили или действительно хотели… Я понимаю, я говорю, мы это комментировать не будем, извините, это такой вопрос. То есть не тот, на который мы можем отвечать. Нет, ну можно в кулуарах пообщаться. Да, там, когда можно пообщаться. А вы говорите про вот это исследование, что это было чистое исследование, и не попало в прод. А если говорить в целом, то какие для прода у вас метрики внешние, потому что внутренние, они как бы вакууми, это для сравнения моделей между собой. Как вы, допустим, удовлетворенность пользователя оцениваете? Даже о тех же шуток, там, типа, просто си, потом проси. Ну, с ими… Ага, это попало в запись, да? Он не так говорил. В общем, здесь на самом деле retention можно просто мерить, когда у нас сколько-то диалоговых тернов есть, вот мы там считаем среднее количество диалоговых тернов, когда именно с болталкой общаются. А так у нас есть еще банковское обслуживание, и банковское обслуживание мы просто разметку делаем, то есть правильно ли отвечает бот на вопросы пользователя, уходит ли пользователь удовлетворенный, или потом обращается к оператору еще, чтобы решить его вопросы и так далее. Ежедневная онлайн-разметка. Да, то есть у нас есть разные направления, и мы в разных направлениях разными метриками пользуемся. Ну, есть также отдельная разметка для болталки, специально люди сидят и общаются с ним, и затем мы используем это для дообучения. У меня есть такой вопрос. Я вот пытался себе представить, как родилась вообще эта задача. Ну, вот типа есть бот Олег, с ним общаются, видимо голосом общаются, текстом общаются. Надо как-то интенты понимать, темы, возможные варианты ответов. И тут такой, давайте научим его юмору. Вот как эта идея, как это там, я не знаю, было одобрено, что вот там, я так понимаю, рабочее время на это уходило. Ну, вот конкретно данное исследование мы делали в нерабочее время, мы занимаемся наукой, и это вот чисто научное исследование. Мы не используем это в PROD'е. Ну, как, мы хотели бы использовать это в PROD'е, но сейчас у нас там получше работает, поэтому это нам для PROD'а не есть. В PROD'е есть другая штука, которая распознает юмор, она другая и лучше. Она по-другому работает. Да. А то, как родилось. А, да. Ну, мы пообсуждали, решили, почему нельзя вот бота, который будет шутить. Вот, теперь он шутит. Видите? Теперь он уже гораздо меньше шутит, чем мог бы. Понятно. А что следующее после шутит? Лозунгами общается. Лозунгами? Ну, пока мы сосредоточены. Призывает к чему-то, кредиты втюхивает. Мало бы научить, он эффективно начнет. Не, у нас много идей для скиллов, конечно, да, но фактологические ответы дает еще и так далее. А бы эксперимент легко проводить. Вот здесь выдали больше кредитов. Он научился. Убедительный бодли кредитов. Ну, над кредитами, да, мы тоже работаем. Так, ладно. Еще вопросы будут? Видимо, вслух нет, а в кулуарах захотят в дискуссионной зоне. Ну, кому за самый интересный вопрос? Мне вот самый первый, на самом деле, вопрос понравился. Давай, хорошо. Ну, у меня на самом деле есть мнение, что это всегда bias, либо самый первый, либо самый последний. Где-то так вот. А, и памятный подарок докладчикам. А все-таки памятный я. Спасибо. Вот, спасибо за доклад, обсуждение. Вот. Спасибо. Продолжение следует...